Приветствую всех, с вами Олег Саламаха и это новая рубрика «Искусство атаки» по книге замечательного гроссмейстера Франка Зинона и его книге «Искусство атаки». Михаил Таль в одной из своих книг рассказал следующую историю. В 1963 году, перед самым началом международного турнира в Центральном шахматном клубе, на дне рождения его друга, не шахматиста, кто-то из гостей вдруг высказал пожелание, чтобы волшебник из Риги пожертвовал что-нибудь в первой партии турнира с голландцем Куйперсом. «Что именно и на каком поле прикажете?» — в шутку спросил Таль. Ну, скажем, коня на Е6 был ответ. Естественно, Таль сразу же забыл об этом разговоре. Поединок с Куйперсом на следующий день протекал в спокойной борьбе, но затем в сильнейшем обоюдном цикноте начались осложнения и возникла позиция, которую вы сейчас видите на ваших экранах. Были сделаны заключительные ходы. Таль играет конь Ф8 шах, король Аш 8 и конь Е6. После чего, ввиду неизбежного мата, черные сдались. Как только Таль вышел из турнирного зала, его окружили друзья. «Молодец! Ты нарочно так сделал!» — спросил один из них. Таль даже не сразу понял, о чем идет речь. «Ты подогнал позицию к последнему ходу конем на Е6», — пояснил говоривший. Только тогда Таль вспомнил о недавнем разговоре и осознал, что происходит. Он пишет далее. «Я понял, что мой шахматный авторитет в нешахматном кругу друзей резко возрос, и чтобы поддержать его, важно спросил, что и где жертвовать завтра». Эта забавная история, рассказанная одним из величайших виртуозов атаки в шахматной истории, доказывает, что ход партии мало зависит от нашего желания. Есть масса других факторов, оказывающих более серьезное влияние на развитие поединка. Даже такому великому игроку, как Таль, недостаточно было просто сказать себе «Сегодня я буду атаковать» и прийти на партию, набрав грудь воздуха и придав себе решительный и грозный вид. Чтобы атака стала возможной, должны присутствовать определенные факторы. Впрочем, согласно учению Стейница, атака может быть и необходимой. Вспомним изречение первого чемпиона мира. «Имеющий преимущество обязан атаковать под угрозой потери своего преимущества». Сказанное применимо и к тем примерно равным позициям, в которых у первого игрока перевес на одном фланге, а у второго на другом. Так что, если кому-то не удается продолжить атаку, это автоматически означает передачу инициативы другой стороне. Бывают положения, в которых атаковать нужно непременно. Наиболее известен тип позиций, когда короли находятся на разных флангах. Победа в таких случаях часто приходит к тому, кто опередил соперника в развитии атаки и захватил инициативу. Еще один распространенный тип позиций, когда два слона по открытым диагоналям нацелены в сторону рокировки противника. Или когда напротив вражеского короля имеется открытая вертикаль. Разумеется, в таких условиях первое, что приходит в голову, это атака на короля. Среди шахматистов всегда были и есть такие, кого можно в первую очередь назвать атакующими игроками. Настоящими мастерами атаки. Сразу вспоминаются имена Адольфа Андерсона, Михаила Таля, Пауля Кереса в молодости, Пола Морфи, Гарри Каспарова, а из действующих шахматистов Веселина Топалова. Но в современных шахматах стиль большинства игроков многогранен. Они способны одинаково хорошо вести борьбу в любом типе позиций. Это так называемый универсальный стиль. Главным его представителем раньше был Борис Спаский. Теперь же к его приверженцам можно отнести Виши Аннанда, Бориса Гельфанда, Василия Иванчука, Магнуса Карлсона и многих-многих других. Вероятно, чтобы лучше разъяснить суть данного стиля, следует посмотреть несколько партий из практики высококвастных шахматистов. Дебютная теория сейчас продвинулась столь далеко, что захватывает миттельшпиль, а шахматная мода диктует постоянное применение ряда сложных вариантов. Доходит до того, что ведущие игроки мира с большой долей вероятности могут прогнозировать, какой характер примет будущая партия. Будет ли она проходить в сложной тактической борьбе или сведется к несложному энншпилю. Но все-таки для большинства шахматистов, таких как мы с вами, простых смертных, настоящая борьба на доске начинается гораздо раньше. Атака в шахматах имеет первостепенное значение, и овладение ее секретами является как раз той целью, к которой мы все стремимся. Но искусство атаки, разумеется, не сводится только к умению нанести блестящий финальный удар в лучшей позиции. Отмечая неординарную игру Олехина, Шпильман писал, «Я могу понять комбинации Олехина, но как он изыскивает возможности для них, и каким образом вдыхает жизнь в позицию уже в дебюте, это за пределами моего понимания». Добиться позиции, в которой можно провести комбинацию, на самом деле наиболее трудная задача. И в этой рубрике мы с вами как раз будем пытаться разгадать, как нужно правильно атаковать в шахматной партии. Всего, друзья, будет 6 частей. Каждая из частей будет посвящена определенной теме. В первой части мы с вами посмотрим позиции, в которых хотя бы один из королей остался в центре, и этот фактор сыграл в дальнейшем важнейшую роль. Во второй части мы с вами посмотрим, как проводятся атаки в положениях с разносторонними рокировками. В третьей части мы с вами посмотрим партии, в которых атака направлена на позицию короткой рокировки, и при этом используются определенные слабости в положении короля. В четвертой части речь пойдет о позициях, в которых одна страна добивается или уже имеет численное превосходство в силах на том участке доски, где находится вражеский король. В пятой части мы с вами посмотрим подробный анализ положений с так называемыми слонами горвица. И в шестой части будет проведен обзор различных стратегических тем, имеющих первостепенное значение с точки зрения атаки. И в сегодняшнем видео мы с вами будем начинать первую главу, а именно атаку на короля в центре. Ясно, что в центре король обычно более уязвим, ведь здесь он менее защищен, чем на одном из флангов. Не уводить короля в безопасное место, когда фигуры уже развиты, значит подвергать его серьезному риску. Обычно, если игрок решает оставить короля в центре, то у него есть на это особые причины. Он надеется получить что-то взамен. Чаще всего это выигрыш материала, в этом случае игрок полагает, что ненадежное положение его короля окажется всего лишь временным неудобством. Рокировка также может откладываться ради завоевания постоянных позиционных плюсов, таких как лучшая пешечная структура, два слона и так далее. Иногда игрок просто считает, что в центре его король будет в большей безопасности, чем на фланге, где все силы противника только и ожидают рокировки, чтобы начать опасную атаку. Не спешить с рокировкой также могут для того, чтобы затруднить сопернику выбор конкретного плана игры. Если грань между допустимым риском и безрассудным предприятием видна четко, то решение принять нетрудно, но так бывает далеко не всегда. Чем больше у нас будет опыта в оценке подобных позиций, тем лучше мы будем их оценивать и на практике. Друзья, после столь длинного, но, как я считаю, необходимого вступления, мы с вами смотрим первую партию. 1992 год, чемпионат Европы среди мужчин. Белыми играет Виктор Купрейчик, а черными играет Спиридон Скембрис. Белорусский гроссмейстер играет против гроссмейстера из Греции. В дебюте потеря темпов черными даже ради получения явных выгод, как правило, имеет фатальные последствия. Однако, если то же самое делают белые, то все обычно не столь серьезно. Преимущество первого хода позволяет нивелировать потерю темпов. Важен также тип возникшей позиции. Если центр закрыт, то потеря времени не имеет большого значения. Из большой доли вероятности отклонение от правил останется без наказания. А значит, оно может быть оправдано ради получения каких-либо позиционных преимуществ. В этой партии перед нами нетипичный случай. Белые не хотят упрощать позицию и, чтобы не менять фигуры, позволяют себе потерять время. Они рассчитывают затем оттеснить силы противника и тем самым отыграть потерянные темпы. Но, как мы увидим, в данном случае замысел белых оказался ошибочным. Правда, чтобы доказать это, черным пришлось проявить большую фантазию. Друзья, я вам сразу скажу, что выпуски по этой рубрике будут длинными. Приготовьтесь к серьезной работе. То есть, то, что вы сегодня увидите, конечно, позволит вам достаточно существенно усилить свой шахматный рост. Поскольку материал, который мы с вами будем рассматривать, очень полезный. Новичкам здесь, конечно, будет затруднительно. Но тем людям, которые уже обладают какими-то шахматными званиями, например, третий разряд, второй разряд, первый разряд, получат здесь, конечно, массу положительных эмоций и действительно большой шахматный рост. Сразу скажу, что мы с вами будем смотреть большое количество сложных вариантов, которые я перепроверял на движке. И тем самым мы с вами поймем, что играть в шахматы и играть особенно красиво в атакующем стиле, действительно, за этим стоит непомерный, просто огромный шахматный труд. И все это приходит с опытом. То есть, мало того, как мы сказали в начале, мало желания пытаться выиграть красиво, непременно атаковать в каждой партии. Нужно, чтобы этому сопутствовали определенные факторы. Итак, Е4 играет Виктор Купрейчик. Е5 отвечает Спиридон с Кембрис. Конь Ф3, конь Ф6, конь бьет Е5, Д6, конь Ф3, конь бьет Е4. На доске русская партия. Вы спросите, как же из русской партии может получиться какая-то ураганная атака? Ведь этот дебют славится своей огнеупорностью за черных. И обычно на выходе получаются скучные, примерно равные позиции. Но, как я еще раз повторюсь, все зависит от желания игроков. С4, слон Е7, Д4, рокировка, слон Д3 и конь Ж5. Итак, на доске возникло теоретическое продолжение, и естественным продолжением здесь является взятие конь бьет Ж5. Но предводитель белых фигур, известный своим агрессивным стилем, то бишь Виктор Купрейчик, не стремится к спокойной игре. Он намерен сохранить на доске как можно больше сил, и поэтому делает нестандартный амбициозный ход конь Д2. Белые пренебрегают законами развития, пытаясь доказать, что черный конь на Ж5 расположен плохо. Они собираются отыграть темп, сыграть Ф4, и затем вернуться конем на поле Ф3. Такого рода маневр, задерживающий естественное развитие в попытке добиться каких-либо преимуществ, в данном случае преимущества в пространстве, был бы весьма рискованным предприятием, если бы его проводили черные. Белых от чрезмерных опасностей защищает дополнительный темп. Поэтому такая идея заслуживает внимания. Даже если в конечном счете она не даст перевеса, отрицательные последствия не должны быть слишком серьезными. В этом положении только одна открытая линия, линия Е. К тому же черные еще недостаточно развиты, поэтому замысел белых кажется весьма интересным. Однако сам факт, что белые почти ничем не рискуют, вполне мог существенно притупить у них чувство опасности. Позднее купрейчик играл конь Ж1 с той же самой идеей, но при этом конь был расположен гораздо лучше на поле Ж1, где он мог принять участие в борьбе, вступив через поле Е2, нежели конь на поле Д2. В чем мы с вами, собственно, сейчас и убедимся лично. Черные играют конь С6. Черные избирают наиболее естественный ответ, развивая фигуры и одновременно атакуя центр противника. Конь Б3. Белые снова ходят уже развитой фигурой, но центр необходимо было защитить. Не годилась Д5 ввиду конь Б4. И слона Д3 не может никуда отступить ввиду хода слона Ф5 и будет угрожать вилка на поле С2. Не проходит здесь и основная идея хода конь Д2 после конь С6. Если сыграть Ф4, то последовал бы конь Е6 с атакой пешки на поле Ф4 и Д5. Вилка не работает из-за удара конь бьет Ф4, висит слон на поле Д3, висит пешка на поле Ж2 и центр белых разрушен. И у черных уже просто выигранная позиция. Итак, если бы сейчас белые смогли беспрепятственно завершить развитие путем конь С3 после хода конь Б3, то есть сыграть рокировка и далее конь С3 и так далее, без каких-либо уступок, сохранив свой пространственный перевес, их дебютная стратегия была бы оправдана и они добились бы преимущества. Но у черных уже больше фигур введено в игру и они стремятся предотвратить подобное развитие событий. Последовал ход конь Б4. Черные атакуют наиболее опасного слона, у которого нет хорошего поля для отступления. На слон Е2 последует слон Ф5 и черные снова развивают фигуры, одновременно создавая угрозу вилки. Ф4 играют белые, а вот это уже самая настоящая игра с огнем. Конечно, следовало играть осторожно, рокировка. Правда, тогда стало бы очевидно, что восьмой ход белых себя не оправдал. Черные могли бы просто продолжать. Конь бьет Д3, ферзь бьет Д3, а затем Д5 с хорошей позицией. Также заслуживал внимания после рокировка ход А5. Идея последнего хода раскрывается в варианте. Если Ф4, то тогда конь Х3 шаг. Вот такая вот неожиданная жертва фигуры. ГХА4. И черные возвращают фигуру, поскольку конь никуда не может отойти. На Д2 он отойти не может, потеряется слон. На поле Д3. Черные серьезно ослабляют при этом позицию рокировки противника. Инициатива черных с лихвой компенсирует материальный перевес белых. Слон Е4, АБ. Ферзь бьет Б3, Д5. СД, слон Д6, блокируя все на свете. И после слон Д2 черные играют ладья Е8. У черных здесь, согласно мнению движка, достаточно хороший перевес. Атакована пешка на поле Аш3. Король у белых слабый. И всего лишь две лишних пешки пока у белых. Но при этом они очень здорово отстали в развитии. При этом, как мы видим, атакован еще и слон на поле Е4. В общем, здесь была бы сложная, интересная борьба. Итак, вернемся к критическому ходу Ф4. Если сейчас черные просто отступят своим конем, то белые, конечно же, просто рокируют и получат большой перевес. Поэтому черным нельзя тратить время. Вспомним один из главных постулатов атаки. Имеющий преимущество, обязан атаковать под угрозой потери своего преимущества. И здесь черные играют слон Ж4. Наносит вот такой мощнейший удар. Последние три хода белые делали только уже выведенной фигурой и пешкой Ф. Тогда как черные ввели две фигуры в игру. Поэтому вполне логично, что тактические осложнения складываются в пользу черных. Еще сильнее, по мнению движка, и это не указано в книге, ход конь H3. После чего позиция белых тоже безнадежна. Ходом конь H3 черные препятствуют короткой рокировке соперника. Угрожает слон H4 шах. GH слон H4 шах. Король D2 конь бьет D3. Король бьет D3 слон F5 шах. Все фигуры черных входят в борьбу. И после король D2, ладья E8. Конь C3, D5. Черные наносят еще один разрушительный удар пешкой. Подставляют пешку под два боя. Удар в сильном пункте. Если пешку забирать путем конь бьет D5, то следует C6. И вскрытие линий оказывается к выгоде черных. Эти варианты вы можете проанализировать самостоятельно. Это будет полезно. Ну а если белые закрывают игру ходом C5, то следует B6, ферзь F3, A5, как одно из возможных продолжений. Далее A4, не пуская пешку на поле A4. И ферзь F6. И здесь, по мнению движка, а именно сток фиша 12, у черных достаточно существенный перевес. Именно в плане развития атаки. Несмотря на то, что, как мы видим, черные подставляют еще и пешку на поле D5. Они вскрывают все линии и в итоге добираются до белого короля. Конечно, варианты сложные, неочевидные. Но следует поверить в этом плане железному монстру, поскольку он, как никто иной, лучше разбирается в подобных позициях. А человеку здесь разобраться, конечно же, сложно. Итак, но черные сделали человеческий ход слон G4. Подставили слона под бой. Что делать? Ферзь D2 играют белые, нападая на коня на поле B4. Надежного укрытия у белого короля в случае ферзь бьет G4. Конь бьет D3 шах. Король E2, F5 не находится. Ферзь G3, конь бьет C1. Владя бьет C1 и конь E4. И здесь, помимо прочего, то, что фигур поровну, ход пешкой на поле F4 привел к образованию страшной дыры на поле E4. И здесь у черных просто решающая атака. Мы видим, что белый король застрял в центре. Белые фигуры не развиты. У черных большой перевес. Итак, вернемся. Ферзь D2. Играют белые и нападают на коня на поле B4. Что теперь делать черным? У них атакован конь на поле G5 и конь на поле B4. Опять же, нужно найти решающее продолжение. И так как черными играл шахматист с незаурядной фантазией, он находит сильнейшее продолжение. Конь F3 шах. Два слицательных знака ставит автор этому ходу. И движок, собственно, с ним согласен. Очень красивое и одновременно сильнейшее продолжение. У черных, например, не было времени к введению новых сил в игру. В случае, водя E8, белые наконец увозили короля в безопасное место, играя рокировка. И даже выиграли бы материал после конь бьет D3, ферзь бьет D3, конь E6, H3. И далее после отступления слона G4 и F5. Также после хода ферзь D2, так, давайте вернемся. Значит, ферзь D2. Неубедительно играть и конь бьет D3 шах. После ферзь бьет D3, конь E6. Белые могут пойти с той же самой идеей H3, G4, F5. И вновь у белых будет большой перевес. Поэтому конь F3 шах. Вот такой красивый удар. GF, слон H4 шах, король F1. Наиболее эластичный ход. Если сыграть король E2, то это сразу проигрывает, поскольку позволяет черным подключить еще одну фигуру в атаку. Владя E8 шах, король D1, слон бьет F3 шах. И черные сразу же побеждают. Видите, как конь на поле B4 не дает отступить королю на поле C2. Все фигуры черных принимают участие в атаке. Поэтому здесь атака уже просто смертельная. Надо отдавать слона, затем еще и ферзя. Ну и понятно, что позиция безнадежна. Неубедительно после слона H4 шах отступление и на поле D1. Ввиду слон бьет F3 шах. Слон E2. Слон бьет H1. Ферзь бьет B4. Из-за очень мощного ответа A5. Данный ход является ключевым во многих вариантах ввиду ограниченной подвижности коня на поле B3. Далее на ферзь C3. Конь бьет C3 проигрывает ввиду C5. Двойного удара на ферзя и на коня. И далее после хода A5, значит, ферзь отходит на C3. И белые страдают. Черные играют вводя E8. И далее просто белые не могут закончить развитие. Черные грозят подключить ферзя через поле D7 или через поле F6. А если сыграть конь D2, попытаться развить коня, то тогда следует A4 и теряется конь. В этом, опять же, состоит идея черных. В том, что все белые фигуры расположены неудачно. Итак, король F1. Слон H3 шах. Черные окружают белого короля. Вполне логичное решение для человека. И, в принципе, само по себе неплохое. Но вот здесь, конечно, Стокфиш 12 сразу же находит победу за черных, играя слон бьет F3. Жертвуется еще и конь на поле B4. И после ферзь бьет B4 тихий ход ладья E8. И выясняется, что как только черный ферзь войдет в игру, белого короля будет не спасти. Например, слон D2, не пуская ладью на поле E1, ферзь D7, угрожая шахом с поля H3, F5, слон E2 шах, очень красивое отвлечение, слон бьет E2 и ферзь бьет F5. Ну и все. И здесь уже белый король просто получает вскоре мат. На король G2 следует ладья бьет E2 с матом. Однако, то, что компьютер способен найти сильнейшее продолжение, не должно быть неопровержимым доводом в пользу того, чтобы стараться играть как компьютер. Позднее сам компьютер может показать, что на самом деле лучше было избрать продолжение, отвечающее логике позиции и учитывающее ограниченные способности человека в расчете вариантов. Какие еще уроки можно вынести из данного примера? Самое главное то, что в таких позициях расчет вариантов имеет первостепенное значение, а общие соображения лишь направляют мысль, но не являются обязательным руководством к действию. Необходимо также отметить следующее. В данной позиции весьма существенно не только то, что белый ферзь никак не участвует в защите короля. Еще важнее, что у белых большие трудности с выводом фигур ферзьевого фланга. Итак, вернемся. И после слона H3 шах, король E2. Настал еще один критический момент. Что теперь делать черным? Как продолжать атаку? Черные находят сильнейшее продолжение, играя А5. А5. Этот ход преследует сразу две цели. Он не только защищает коня на поле B4, и тем самым откладывает взятие конь бьет D3 на более благоприятный момент, но и создает угрозу А4, которая теперь постоянно будет нависать, когда могла в меч над позицией белых. Неудачное расположение коня на поле B3 делает этот ход особенно заманчивым. Еще одно его преимущество в том, что черный ферзь теперь может войти в игру, а значит и ладья А8 сможет стать решающей силой в возникающих осложнениях. Король D1. Играют белые, уводя короля из опасной зоны. Выясняется, что белые не могут развить свой ферзевый фланг. Если сырать конь C3, то следует А4, и коню на поле B3 некуда уходить. Теряется фигура. А на А3 последует ладья Е8 шах, король D1, конь бьет D3, ферзь бьет D3 и слон F2. С кембрис указывает на слабости белых. Ладья на поле H1 угрожает потеряться после хода слон G2. Также пешка на поле H2 слабая, и конечно король на поле D1 чрезвычайно слаб. Заслуживая внимания вместо хода король D1 сыграть D5, стремясь освободить хорошее поле для коня на поле B3 на поле D4. Тогда в ответ на C5, не пуская коня на поле D4, белые могли бы последовательно играть на сохранение этого поля путем DC. В этом случае могло последовать BC, конь C3, и здесь черные могут воспользоваться скрытием линий и пойти в ферзь B6, создавая угрозу ферзи в 2 шах. На что лучше всего ответить король D1? Положение у белых по-прежнему затруднительное, поскольку проблемы с передвижением фигур остаются, но ничего решающего у черных пока не видно. Поэтому после хода C5, DC намного сильнее сыграть конь бьет C6, уходя от нападения белого ферзя и возобновляя угрозу A4. Если тогда сыграть слон C2, обеспечивая поле D4 своему коню, то A4, конь D4 и ферзь B6, пользуясь тем, что проникновение ферзя на поле F2 гибельно для белых. Ладья D1, ладья E8 шах и черные побеждают. Неудивительно, поскольку все фигуры принимают участие в атаке. Итак, вернемся. Король D1 пытаются белые убежать королем. Напомню, что белым играет достаточно сильный шахматист, белорусский гроссмейстер Виктор Купрейчик. Ему знакомо чувство опасности, и попав в неприятное положение, он пытается всеми силами выровнять положение. Черным нужно действовать очень активно. Черный играет ферзь D7. Сыграно с одной стороны, чтобы при случае взять на поле D3 и сыграть затем слон F5, с другой, чтобы ввести ферзя в игру через поле C6. А3. Еще одна ошибка. Намного сильнее сыграть D5. Тогда C5, Dc, Bc, конь C3 немного лучше для белых, чем в тех вариантах, которые мы с вами только что рассматривали, поскольку у черных сейчас нет ресурса ферзь B6. А тогда ресурс этот был, и ферзь вшел на поле F2. Итак, А3, конь бьет D3, ферзь бьет D3, слон F5. Белым удалось провести один размен, но это не слишком облегчает их положение, ведь у черных по-прежнему довольно много активных фигур, несмотря на то, что на одну фигуру у них меньше. Теперь они устанавливают контроль над белыми полями. Особенно важна диагональ B1H7. Таким образом, белый король лишается возможности найти безопасное убежище. Ферзь C3 вынуждена. Ход ферзь D2 лишал белого коня B3 единственного поля для отступления, и черные выигрывали ходом А4. Видите, как важно было сыграть А5. Ход, который пригождается во всех вариантах. А4, и конь гибнет. В случае же отступления ферзь F1 следует ферзь А4. Беда приходит с другого фланга. Конь D2, ладья Е8. Белые полностью парализованы, а между тем угрожает еще и вторжение ладьи на поле Е3. Ферзь C3, А4, конь D2. Ферзьевый фланг белых закупорен. И это означает, что у черных есть еще несколько дополнительных темпов для развития своей атаки. Ладья Е8. Черные намерены сыграть ладья Е7 и ферзь Е8. Затем ладья Е1 и просто поставить мат белому королю. Дело в том, что фигуры белых полностью стеснены и ничего не помогает. Конь F1. Играют белые. Идея перекрыть в нужный момент линию Е ходом конь Е4 себя не оправдывает. Например, ладья F1, ферзь Е6, конь Е4, С6 со смертельной угрозой Д5. Если сыграть конь Е4 сразу, то сломит Е4, ФЕ, ферзь Ж4, шах, король С2, ферзь Ж2 и черные выигрывают, поскольку ладья на поле H1 приказывает долго жить. Итак, конь F1. Вроде бы все защитили потихонечку белые, хотят постепенно развиться. И черные играют ладья Е1, шах, выигрывая ферзя. Вообще-то у белых за него будет материальная компенсация. Но она оказывается недостаточной, так как силы их разобщены. Теперь черным нужно усилить угрозы, прежде чем белые сумеют развить свои фигуры и улучшить их координацию. Пришлось играть ферзь бьет Е1, отдавая ферзя. Плохо играть король Д2 из-за ладья Е8 и атака просто смертельная со стороны черных. Итак, ферзь бьет Е1, слон бьет Е1, король бьет Е1. Сейчас черные должны поторопиться, так как белые угрожают быстро вывести свои фигуры путем конь С3, слон Е3 и так далее. И даже выиграть темп после хода конь Ж3 с нападением на слона на поле Ф5. Ведь любые упрощения обычно на руку защищающейся стороне. Как черным проникнуть в расположение противника? Нужно ли сейчас вводить в игру пассивную ладью на поле Е8? Которая сейчас расположена на поле А8, нужно ли играть ладья Е8? Здесь черные делают самый напрашивающийся и логичный с точки зрения человека ход. Слон бьет Б1 и этому ходу мы ставим еще два восклицательных знака. Конечно, это размен, но у черных есть серьезные основания для него. Теперь они быстрейшим образом вводят в игру ферзя. С другой стороны, если играть из общих соображений и ввести в игру ладью, ладья Е8 шаг, то этот ход окажется очевидной ошибкой после ответа слон Е3. Правда, здесь движок не согласен с мнением автора и говорит, что здесь все равно черные побеждают путем ферзь С6, атакуя пешку на поле Ф3 и атакуя пешку на поле С4. Все-таки отставание в развитии белых дает о себе знать, и движок здесь оценивает эти позиции, конечно, намного лучше. Но, с точки зрения человека, слон бьет Б1 оказывается абсолютно верным решением. Ладья бьет Б1. Теперь, друзья, давайте переведем дух и посмотрим на позицию. Оценим возникшее положение. Итак, у белых 7 пешек, у черных пешек также 7. У белых 2 ладьи, у черных ферзь. И у белых 2 фигуры, слон на поле С1 и конь на поле Ф1 за ладью на поле А8. То есть сейчас у белых формально материальные преимущества, поскольку 2 фигуры у них за ладью, а у черных даже нет компенсации в виде пешки. Но проблема белых заключается в том, что мало оценивать так позицию. Так будет просто оценивать неправильно и однобоко. Нужно оценивать еще другие факторы, которые в этой позиции очень важны. А именно, король на поле Е1 слаб и нуждается в защите. Черные играют Ф5. Выигрывая решающий темп для активизации своего ферзя. Ладья А1. Ладья Е8 шах. Конь Е3. Несколько лучше, чем король Ф2. Ферзь С2 шах. Конь Д2. Ферзь Д3. И белые здесь проигрывают. Поскольку ладья грозит вторгнуться на поле Е2. Висит пешка на поле Д4. Здесь уже белые просто терпят материальный урон. Итак, конь Е3 пришлось отдавать пешку на поле Ф4. Ферзь бьет Ф4. Атакуя две пешки на поле Д4 и на поле Ф3. Король Ф2. Ферзь бьет Д4. Ладья Д1. Ферзь Х4 шах. Король Ж1. Ладья Е6. Итак, белым наконец-то удалось увести короля из центра. Но подключение черной ладьи показывает, что и на королевском фланге он не будет находиться в безопасности. Конь Ж2. Ладья Ж6. Слон Е3. Ферзь Х3. Ладья Д2. Ферзь бьет Ф3. Теперь у черных, помимо всего, еще и материальное преимущество. Поскольку они съели целых три пешки белых. Инициатива, тем не менее, не угасает. И белые не в состоянии создать какую-либо контр-игру. Угрожает просто нашествие пешки. Аш. Ладья Е1. Аш 5. Черные делают форточку. И одновременно пешка становится тараном, направленным на позицию белого короля. Позднее в атаку могут устремиться и другие пешки королевского фланга. В первую очередь пешка Ф. Слон Д4. Аш 4. Ладья Е8 шах. Король Аш 7. Аш 3. Пришлось так играть, отдавая еще одну пешку. Поскольку на ладья Е3, помимо других возможностей к выигрышу, черных ведет комбинация. Ладья бьет Ж2. Ладья бьет Ж2. Ферзь Д1 шах. Король Ф2. И ферзь бьет Д4. Черные получают ферзя за двух ладей. Атакована пешка на поле. Ферзь С4. И куча пешек. У черных, конечно же, здесь позиция черных абсолютно выиграна. Итак. Аш 3. Ферзь бьет Аш 3. Ладья Е3. Ферзь Ф5. Угрожает Аш 3. Король Аш 2. Ладья Ж3. Ладья бьет Ж3. На ладья Е2 последовал бы ферзь Аш 3 шах. Король Ж1. Ферзь Ж4. Создавая смертельную угрозу Аш 3. Король Аш 2. С5. Слон С3. Аш 3. И черные побеждают. Итак. Ладья бьет Ж3. Спасения уже не было. Аш Ж. Король Аш 1. Сразу проигрывает король Ж1 из-за ферзь Б1 шах. Король Аш 1. С5. Слон Е3. Ферзь Ф1 шах. Слон Ж1. И Ф5. С привлечением новой свежей силы в виде пешки Ф борьба заканчивается. Ладья бьет Д6. Ферзь бьет С4. Ладья Б6. Ферзь Ж4. С угрозой ферзь Аш 3. И спасения уже нет. Здесь белые наконец-то сдались на 43-м ходу. Титаническая партия. И друзья, давайте еще раз посмотрим эту партию. Выделим ключевые моменты критические. И сделаем так называемое послесловие. Итак. Вернемся и посмотрим, что после дебюта, значит, относительно спокойно разыгранного, русская партия, белые ради того, чтобы не меняться на поле Ж5, играют конь Д2. И сжигают за собой мосты. После чего черные сумели быстро на самом деле опередить соперника в развитии. И вот ход Ф4 оказался прыжком в пропасть. Правда, для этого нужно было проявить фантазию черным. И они ее проявили в полной мере, играя слон Ж4. Первый ход, заслуживающий двух восклицательных знаков. И после ферзь Д2 не отступает никуда, а коня в три шах. Очень красиво и классно провели эту партию. Черные практически на одном дыхании. Еще А5. Шикарный ход. Даже первая линия компьютера была поднята. Ну и дальше планомерно наращивали инициативу черные. И несмотря на то, что белые получили лишнюю фигуру, в итоге ферзя они отдали. Еще один классный ход. Слон бьет Б1. И дальше просто ход за ходом. Черные начали отъедать материал. И в итоге победили. Победили. Четкий план провели черные в этой партии. И действительно партия очень хорошая. Носит такой вот методический учебный характер. И на 43 ходу белые сложили оружие. В рассмотренной нами партии белые были убедительно наказаны за задержку с развитием. Но для этого потребовалась исключительно энергичная игра. И несколько очень красивых ходов. Таких как слон g4 и коня в 3 шах. Значение координации фигур также было показано очень ясно. Афоризм. Одна фигура стоит плохо. Вся партия стоит плохо. Здесь вполне применим. Даже с учетом преимущества в материале. Плохая позиция белого короля, по-видимому, была наиболее значимым фактором. Но и крайне неудачное расположение коня на поле b3 оказало большое влияние на ход поединка. В результате черные нашли блестящий ход a5, который обеспечивал ему длительную инициативу. Когда один из игроков обладает динамическим преимуществом, а обычные методы не приносят успеха, приходится искать нестандартные решения, такие как размен развитой фигуры на еще ни разу не ходившую. Именно таким образом при помощи размена слон бьет b1, контроль над белыми полями трансформировался в быстрое проникновение в лагерь противника. Друзья, если видео вам понравилось, то поставьте ему много лайков, напишите осмысленный комментарий не менее четырех слов, и обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео из рубрики «Искусство атаки». Я же с вами не прощаюсь, поскольку мы в интернете. Щелкайте по конечным заставкам, смотрите другие мои видеоролики, в частности рубрику «Атака в шахматной партии», которая также посвящена именно развитию атаки. Играйте в шахматы, любите шахматы. Счастливо! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...